Могли не понять, и когда открылось это ранение. Здесь надо смотреть историю болезни и судебно-медицинскую экспертизу. Так трудно ответить. Спасибо. Когда вы прилетели, вы в штабе встречались? На территории, где должен был расположен штаб во дворе этого здания. И еще один вопрос. Вот результаты анализов ДНК за какое время можно узнать? Сколько дней надо, чтобы были готовы результаты ДНК? Я затрудняюсь ответить. Не специалист в области криминалистики. Которые в Ростовом базили? Да, но это не уровень компетенции. Я могу точнить где-то, узнать по справочнику. Может быть, чтобы вы не спросили? К сожалению, этого не знаю. Ну, как говорится, нет его анализов. Сергей Федорович, потерпевший мисиков. Фамилию называете? Сергей Федорович, вы... Фамилию называете? Я бы сказал, потерпевший мисиков. Сергей Федорович, вы сказали, что после того, как Руслана уже вам сообщил количество людей, у вас совсем другое уже отношение было к этому делу, вы должны были по своему статусу организовывать спасение уже свыше тысячи человек. То есть, мобилизовали санитарные машины. То есть, всю работу должны были провести, исходя из количества людей, которое вот открылось после Руслана Алышева. А как вы можете оценивать тогда? Вы входите в штаб, работу этого штаба, потому что, допустим, чтобы вывозить раненых, как вы оцениваете работу штаба, они не смогли отсечь, допустим, гражданское население, препятствовало проезду санитарных машин. Вот все вот это, это же препятствовало вашей прямой работе по спасению людей. Ведь многих могли вот из-за этих вот не разберись, не довести, кто-то мог скончаться. Как вы можете оценивать? Вы можете же оценивать? Или потребовать от штаба могли быть, чтобы вот это было организовано? Может, это и не ваша компетенция, я не знаю. Было тогда. Но оценивать-то вы можете? Оценивать могу, конечно. Одна из немного чрезвычайных ситуаций, где, на мой взгляд, организация, вот, в Москве, если происходит ЧАЭС, уже никто никогда через блок концу не пройдет. Здесь люди поникали вокруг все. Мне дали на помощь в больницу 10 донских казаков, которые не пропускали другой транспорт. Они сколько могли сдерживать. К сожалению, один майор ГАИ помогал, больше никого не было. Они где-то были заняты все. И потом уже транспорт поехал здесь, уже к концу поступления раненых. И народу столько стало много. То есть вот этим органам, отвечающим, не удалось сдержать население. Но, наверное, было это и невозможно сделать с учетом менталитета Северной Осетии, и оторвать их, разорвать. Поэтому мы разрешили вход на территорию больницы. Единственное, что не разрешали заходить в модули, где ввелись операции, и старались максимально проинформировать. К концу дня очень большая группа собралась вокруг этого маленького морга на территории больницы. Но там уже врач сам руководил, главный врач этой информации. А так, из медсестер поликлиники, всю информацию они о поступающих быстро записывали и вывешивали на стенах поликлиники. С точки зрения, что машинам скорой помощи мешали проехать, возможно, такие обстоятельства не всегда бывают, именно в момент отъезда от школы. А в дальнейшем здесь у нас тут была нормальная петля, работала, с воем все носились. Это вы могли сами заметить и видеть. То есть я могу, Сергей Федорович, понять, дать ваш ответ, что работа штаба проводилась очень... Я не могу говорить об этой работе штаба, поскольку, мне кажется, это не штаб или кто-то должен был заниматься этими делами, да? А местные органы милиции должны были заниматься, организация этой работы. То есть работа была организована плохо? Я этого не говорил. С Буденовским, допустим, по сравнению с Норд-Остом? По сравнению с Буденовским и Норд-Остом могу доложить. В Буденовске у нас было поэтапное освобождение захваченных заложников. Это совсем другая ситуация. Там были только необходимо оперативно мешать тяжелым больным и ранить. Небольшое число. А в Норд-Осте там тоже был момент 15-минутной задержки отправки скорой помощи, потому что машины были перегружены боевой техникой и все остальные. И этот факт был отмечен. Прокуратура и так далее. То количество детей, которые Вы назвали, что они уже погибли, могли не погибнуть из-за того, чтобы была работа штаба плохо организована, чтобы их спасти? Я прямой связи здесь не могу установить, потому что я говорил о несовместимой с жизнью ранениях. Временной фактор здесь не играл роли, потому что, допустим, разрушение мозга, разрушение сердца. Человек, говорит, получил несовместимое с жизнью ранения, но не успел умереть. Есть такое понятие в медицине. Они нуждаются только в уходе, агонирующие. Таких было 5 детей. 14 взрослых. Сергей Федорович, у меня такой вопрос. После того, как Вы разговаривали с Алшем и уточнили о количестве заложников, Вы приняли решение, вот Вы по сводке сказали, что количество скорых помощей, которые были призваны для работы с пострадавшими, такое определенное количество скорых помощей. Кто решал вопрос, что скорые помощи со всех районов нужно туда собирать на 300 человек? Если это штаб решал, то как они решали на 300 человек? Штаб к этому отношения никакого не имеет. Это мы решали вместе с министром здравоохранения Соплевенко Александром и директорами центров близлежащих территорий. А министр здравоохранения в штаб не входил? Этого я не знаю. Я не знаю состава штаба. То есть на тот момент, когда Вы решали вопрос о скорых помощях, министр здравоохранения уже знал о количестве заложников? Не знаю. Это его надо сказать. Но как вызывали Вы со всех районов скорые для того, чтобы обеспечить безопасность? С районов Алании вызывал министр. Я вызывал с других территорий, они мне подчинены. Значит министр уже знал о тот момент? Вы поставили его в известность? Он ответил на вопрос, что он не знает. Министр знал или нет? Это надо у министра спросить. Я когда узнал о числе заложников, я понял, что имеющими силы и средствами мы не справимся. Одно дело 300 человек, а другое. И я рассчитывал, что если 300 человек, то силы и средств больницы хватит и моей одной бригады, которая сидит в домоделке. Но Вы же ему сказали о количестве заложников? Конечно. Я же говорил, что совещание второго человека привел, когда собрал всех руководителей здравоохранения, могу перечислить, кто там был. Все. Сориентировал о числе заложников на максимальную цифру, чтобы люди осознанно подошли, что лучше здесь пусть будет, мы переборщили, лишь бы готовность была. Понимаете? Вот. Исходя из этих позиций. И стали привлекать, ну уже до этого я дал команду привлечь к Абарду, Ставрополь и так дальше. И тут же прибытие болевого педиатрического госпиталя. То есть тех людей, которые умеют работать в этой обстановке. Сергей Федорович, скажите, пожалуйста, Вы работали с ранеными, а вот кто определял факт гибели детей и причины гибели детей? Это судебно-медицинская экспертиза. То есть Вы никакого отношения к этому не имеете, да? Потому что очень многие, не знаю по причине какой, погибли их дети. Я могу только говорить о тех пострадавших и поражанных, которые были у нас живыми. А погибших, это уже другая область. Извините, а вот эта экспертиза должна была сразу же... Я не знаю, как это должно быть организовано, это область не моей компетенции. Есть специально на этом порядке правила проведения судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинской экспертизации? Нет. Спасибо, Сергей Федорович. Я могу быть свободен? Да. Спасибо. Спасибо. Судебно-медицинской экспертизации. К сожалению, не всегда удается все решить, обстоятельства сильнее нас. Спасибо. Судебно-медицинской экспертизации. Судебно-медицинской экспертизации. Продолжение следует... Судебно-медицинской экспертизации. Добрый день. Назовите, пожалуйста, фамилию и имя? Соплевенко Александр Валентинович Число месяц года рождения? 19 июля 1952 года Выключите мобильный телефон, пожалуйста Место жительства Город Ладьев-Кавказ, улица Ливаневского, 22 Место работников Северо-Асинская медицинская академия, доцент кафедры госпитальной терапии Судоро засняет Вам Ваши права Вы вправе отказать свидетельствовать против самого себя, с близких родственников Давать показания на родном языке или языке, которым Вы владеете Пользоваться помощью переводчика Заявлять ходатайство, приносить жалобы на действия бездействия суда Являться на допрос с адвокатом Ходатайство, это применение в отношении Вас в мед безопасности Не вправе уклоняться от явки по выделу сроку Кроме того, в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса РФ Вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказа от дачи показаний В связи с чем дайте суда подписку Вам предоставляется право дать показания по существу дела, пожалуйста Александр Васильевич, просьба, расскажите о событиях, которые известны Вам, как свидетелю, очевидцу 1-3 сентября Что Вам стало известно последовательно о захвате заложников, о их количестве, о возможном участии в медицине В последующем спасибо Значит, 1 сентября, это день знаний, я находился тогда на посвящении первокурсников Северо-Осинской медицинской академии Мне позвонил представитель правительства, это где-то было часов 10-15-10-20 ориентировочно Сказал, чтобы я все бросал, ехал в Беслан, чтобы в Беслане террористы захватили заложников школы Что президент находится там, и чтобы я приехал, ему доложился, и он даст мне указания для дальнейших действий Я все бросил и поехал туда, в Беслан, нашел Засохова Александра Сергеевича Он мне сказал, что вот так и так, школа заложники, как будут развиваться события, не знаю Но я должен сделать все для того, чтобы здравоохранение оказало максимальную помощь пострадавшим Когда этот захват будет завершаться, каким способом, пока я не знаю Я после этого приехал в центральную районную больницу Беслана И там находился фактически где-то до 10-12 сентября, фактически безвыездно Ну, выезжал на какие-то эти Тут же мы, так сказать, собрали штаб в Министерстве здравоохранения, распределили обязанности Значит, ну, по количеству заложников Первоначально называлась цифра порядка 350 человек Потом где-то около 70 называлось Ну, вот я так понимаю, что эту цифру исходили из чего? Это количество школьников первой смены Плюс, так сказать, какое-то количество родителей Потом, сам участником я не был этого Но по сослов, так сказать, администрации местного самоуправления Проводился подворовый обход для того, чтобы определить точное количество заложников И после проведения этого подворового обхода цифра вот где-то около 700 возросла В дальнейшем, это уже было 2 августа, когда были освобождены несколько женщин с грудными детьми Тогда уже, так сказать, они назвали, что свыше тысячи человек находятся в школе И, соответственно, вот исходя уже от количества заложников, мы корректировали свои действия Во-первых, так сказать, были освобождены койки во всех центральных больницах города Владикавказа Это республиканская больница, детская больница, больница скорой помощи И плюс для резерва мы попросили освободить койки в больницах, которые не входят в нашу систему Это больница железнодорожная и больница медицинской академии То есть они тоже были готовы к приему заложников Значит, первоначально мы рассчитывали, что эвакуация уже пострадавших заложников Мы сможем осуществить собственными силами То есть это больница, это машины скорой помощи города Владикавказа И близлежащих, так сказать, районов Ордон, Алагир, Пригородный район Но когда мы уже узнали, что фактическая численность заложников гораздо выше Мы обратились за помощью в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии, Ставропольского края И они нам тоже придали, то есть 2-го числа вечером и ночью К нам прибыли машины скорой помощи из Нальчика, из Сентуков, Пятигорска и Ставрополя Значит, уже, так сказать, 3-го числа, я не знаю, откуда они узнали Грузия нам прислала скорой помощи Но мы с границы их вернули, то есть уже в них необходимости Плюс мы, скажем так, какие варианты развития событий мы не знали То есть заседал штаб, нас туда не приглашали Там, видимо, обсуждались какие-то вопросы с силовиками Поэтому мы сами возможные варианты Вот Гончаров здесь был до этого, давал показания У него есть опыт оказания помощи пострадавшими в террористических актах И при чрезвычайных ситуациях Потом прилетел профессор, доктор Рошаль, Леонид Михайлович, которого, собственно, он и участвовал в переговорах, насколько я знаю, с его словом, с террористами Он тоже какой-то опыт имеет И мы различные варианты развития событий рассматривали И, в общем-то, готовились к тому, чтобы мы были готовы оказать медицинскую помощь в самых разных вариантах То есть, скажем, Рошаль, Гончаров говорили, что при освобождении заложников в Ротфронт был применен газ Поэтому, так сказать, мы заранее нашу, так сказать, аптечную сеть заказали те медикаменты, которые могут оказать помощь в случае, так сказать, остановка дыхания и так далее Все районы и больницы нам привезли дыхательную аппаратуру То есть, все машины скорой помощи были оснащены дыхательной аппаратурой и больницей И мы даже вытащили дыхательную аппаратуру из резерва гражданской обороны Минздрава Потом, когда мы узнали уже действительно, какое большое количество заложников Чтобы, так сказать, не было проблем, тоже с резервами Минздрава были извлечены свыше тысячи носилок То есть, чтобы больного не надо было, скажем, при доставке в больницу перекладывать и так далее То есть, каждая скорая помощь, машина была укомплектована двумя-тремя носилками И плюс в договоренных местах, так сказать, тоже были оставлены по 30, по 40, по 50 количество носилок Чтобы скорой помощи могли сразу себе, если уже носилки израсходованы, укомплектованы за пострадавшими Потом разрабатывались сценарии, что заложники будут освобождены А, скажем, террористы с собой возьмут какую-то часть заложников и будут следовать в каком-то направлении То есть, мы тоже сразу обговорили, чтобы с семьями договорились какие-то машины скорой помощи, врачи Что вот там 3-5 машин будут сопровождать, скажем, колонну Вот такой вариант мы разрабатывали Тоже были к нему готовы И, так сказать, разрабатывали вариант совместно с медицинской службой чрезвычайных ситуаций Если, так сказать, будет идти какой-то захват, какой-то, так сказать, взрывы, стрельба и так далее То есть, МЧС должно было следовать за силовыми структурами У них там своя схема была какая-то, тремя колоннами К каждой колонне мы придавали 3-5 машин скорой помощи И, кроме этого, мы вдоль железнодорожных путей, немножко выше школы Чтобы не быть в зоне обстрела, мы сконцентрировали где-то 30-40 машин скорой помощи Чтобы они сразу могли подъезжать, забирать пострадавших и уже доставлять их в больницу Кроме этого, был произведен инструктаж, собственно, машин скорой помощи было много И многие, скажем, водители не знали города Беслана, многие не знали города Владикавказа То есть, были приезжие И, так сказать, мы постарались сделать так, что если, скажем, водитель из Владикавказа Или, скажем, из надчика, чтобы к нему медицинская сестра или фельдшер была жительница города Беслан То есть, часть машин должны были ездить, так сказать, от больницы к школе вывозить пострадавших И часть машин должна была ездить из Беслана в Владикавказ То есть, разводить больных уже, так сказать, в те специализированные отделения В которых, так сказать, планировалось оказывать уже более квалифицированную помощь Причем, был проведен такой инструктаж Вот Сергей Федорович буквально за руку всех водителей провел по пути Вот как вы должны вот так ехать, чтобы не мешать друг другу Чтобы машины, вот два кольца, которые они, скажем, должны были ехать Вот Беслана в Владикавказ и больница школа Чтобы они не мешали друг другу, не сталкивались и так далее То есть, дважды или трижды вот это было отрепетировано Каким путем они должны, где они заезжают в больницу, где они выезжают Другие ворота выезжают, скорая помощь едет в город Владикавказ И плюс еще к этому, так сказать, когда была уже информация о таком большом количестве заложников Был заявлен и был ночью 2-го числа доставлен аэромобильный госпиталь Который был развернут во дворе больницы Беслан Значит, когда вот началось уже освобождение заложников Значит, больница Беслан выступала в роли Ивакопункта То есть, туда привозились пострадавшие Сразу диагностировалось, с каких состоянием Если надо было, вот прямо в этом аэромобильном госпитале Или в отделении Беслана оказывалась экстренная помощь И в дальнейшем уже эти пострадавшие вывозились в город Владикавказ Часть пострадавших, которые были достаточно тяжелые И, скажем, они могли не перенести дорогу, так сказать, до Владикавказа Они оставлялись в больнице и уже оперировались там В хирургическом отделении Значит, уже к вечеру, где-то в 5-6 часов Основная вот эта работа была завершена Так сказать, и началась уже работа В основном велась в специализированных отделениях города Владикавказа До этого тоже мы, в общем-то, укомплектовали все больницы Всем необходимыми перевязочными, шовными материалами То есть, для того, чтобы они могли осуществлять в таком достаточно большом объеме операции И было освобождено адекватное количество коек во всех отделениях Значит, ночью прибыл самолет с тремя реанимобилями И трех самых тяжелых больных уже ночью забрали и доставили в клиники города Москвы В дальнейшем, по-моему, это было 4-го числа Из Ростова прибыл самолет, который забрал детей с ожогами Тоже они были доставлены в ожоговый центр города Ростова Потом, неоднократно, и аэромобилями, и наиболее нуждающихся, так сказать, пострадавших Вывозили мы в город Москва, в специализированные центры Но сейчас точно дату не помню, 6-го или 7-го числа Сюда приехала уже бригада вместе с министром здравоохранения Зурабовым С ним приехало около 20 ведущих специалистов Российской Федерации Которые провели обходы, обозначили, так сказать, тех больных, пострадавших Которые нуждаются в высокотехнологичных методах лечения в клиниках Москвы И, в общем-то, а потом как-то получилось так, что многие родители даже Или родственники тоже изъявляли желание, что мы хотим в Москве лечиться И получилось так, что практически всех пострадавших, которые на тот период Не выздоровели, не выписались из больницы Они почти все были потом направлены в клиники города Москвы И там уже завершали свое лечение Или намечались реабилитационные этапы лечения и так далее Ну вот, собственно Вот просьба, давайте мы вернемся к событиям 1-го числа Тогда, вы говорите, засоха вам сказал, сколько было заложников, да? Нет, он мне цифру не называл, вы знаете У меня с ним, он был занят, то есть его разрывали на части Он мне говорит, вот буквально, Саша, езжай И, в общем, организуй, чтобы здравоохранение полностью было готово к оказанию помощи А у вас вопросов не возникло? Вам же нужно, чтобы определиться, сколько заложников Скажем так, я контактировал уже с главой администрации района С главным врачом центральной районной больницы То есть, понимаете, цифру вот однозначно не называлось То есть, я говорю, вот расчет, как-то вот мы встречались Вот главврач района, он говорит, по-моему, они считают так Вот первая смена и плюс родители по одному человеку Они, по-моему, вот так считают Потом он поднял свои списки То есть, в больнице есть списки детей, школы, так сказать Которые состоят на учете, так сказать И все время это уточнялось То есть, я знаю, что по двору обходы сразу администрация, так сказать, района провела То есть, они приходили по спискам в адрес какой-то определенный Ну и выясняли, сколько человек, кто есть, отсутствует Были, так сказать, дома, насколько я знаю, квартиры, которые вообще были заперты То есть, вот я не знаю уже, как они считали То есть, что нет информации Или что все, кто проживает в этом доме, находятся заложники Здесь, вот чтобы мне кто-то сказал официально Вот здесь 350, 450, я не могу, мне такого не было А вот эти, что, около 700, потом, позже Позже, это когда вы узнали? Ну, так, скажем, где-то Откуда вы узнали? Ну, пойдет, чтобы сказать, мне кто-то официально сказал Вот здесь 350 или 700 Это все время, вот, знаете, я 2-3 раза в день Старался приехать в здание администрации района И вот просто какую-то информацию получить Что планируется, какие планы Будут ли какие-то, так сказать, меры Ну, вели переговоры, все были, так сказать, это И вот ходишь, вот там кто-то вот что-то уловил Ну, вот скажем, что, скажем, что больше тысячи человек Это мы узнали, вот когда выпустили женщин с грудными детьми И, так сказать, и вот эти женщины, они были как раз в больницу помещены И медицинские работники нам сказали Вот они все... Да, да, это было второе число Что все они утверждают, что там свыше тысячи человек находятся И вот мы стали тогда уже ориентироваться на эту численность свыше тысячи человек И, в общем, тогда вот начали готовиться, чтобы оказать медицинскую помощь именно на этой численности Вы входили, во-первых, к ним в штаб? Вы знаете, по-видимому, входил Но чтобы вот заседаний каких-то вот таких официальных я не присутствовал Чтобы прийти, за столом председатель сидит, сидит, так сказать, члены комиссии или штаба Вот такого я ни разу на таком заседании не присутствовал А как вы связывались с руководителем штаба? Я говорю, я два-три раза в день приезжал, так сказать, в администрацию А кто штаб возглавлял? Ну, я не знаю, я за Сохов обращался Я старался его найти И во второй день тоже, потому что других... Там были другие, но они все, я говорю, там и министр МВД, и председатель ФСБ Но они все вот бегали, то есть их они вот... Ну, конкретно вы общались с Андреевым? Нет, 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 не меня Он вам задач никаких не мешает? Нет, нет То есть вы сами определили, что более тысячи человек, сами ставили свои задачи специфические Ну, а вы не возмущались тем, что нас не поставили, вы здесь? Ну, пойдем Одно дело три тысячи, а другое дело тысячи Я прекрасно понимаю, что, так сказать, та, которая информация была, они ее располагали Я думаю, вряд ли эта информация скрывалась, что тысячи человек, а вот нам говорят 300 или 350 Ну, после того, что, значит, в обед, в обеде 2-го числа вы уже знали? Мы уже знали, то есть это женщины, которые лежали в больнице Он опять-таки эту цифру официально мне никто не доводил, чтобы вот там вот такая численность И вы должны готовы к приему вот такого количества пострадавших, этого не было И вот вы полагаете, что достаточно было и машин скорой помощи, медикаментов? Вы знаете как, я скажу, вот когда вывозили пострадавшие от школы в больницу Собственно, вот между приездом каждой машины где-то 1-2 минуты То есть чтобы вот стояли, ждали или, так сказать, ожидали пострадавшие, не могли вывезти, такого нет То есть я считаю, что количество машин было адекватное Другое дело, что я сам видел случаи, когда, так сказать, ну кто-то из родственников или родителей своего ребенка в свою машину кладет и привозит его на своей машине Но это было не потому, что, так сказать, ну не было скорой Просто вот они не хотели ждать и вообще там такая была ситуация То есть вот даже в помещении, в здании двора больницы туда въехать невозможно было Там стояла толпа родственников, которые все ожидали, вот ну искали своих, естественно Даже попросили вот мужчин, чтобы как-то оцепили и вот оттеснили, чтобы была площадка, где машина разворачивается Чтобы выгрузить там из машины скорой помощи пострадавшего, чтобы диагностировать, скажем, какой вид поражения Кто-то, скажем, ну просто вот шок, ран, никаких повреждений не было И вот тогда вот этот автомобильный госпиталь относили, делали противошоковые мероприятия, обезболивающие Согревали одеялами там специальные были, чай поили и так далее И там после наблюдения часа-двух уже отпускали домой Кого-то, кто-то, скажем, вот я говорю, если уже ставили диагноз, там перелом там или какие-то повреждения костно-мышечной системы Их отправляли в больницу скорой помощи, где травматологическая, при ожогах, в ожоговое отделение При нейротрамме, в республиканскую больницу, нейро То есть уже там проходила сортировка и уже врачи, которые на этой площадке работали, они уже распределяли, кого что Но я говорю, чтобы вот стояли и ждали, нету машины, пострадавших ждут, такого не было Там расстояние достаточно небольшое было, то есть быстро вот эти машины успевали разгрузиться и снова поступить 3 сентября, когда взрыв прошел, вы слышали эти взрывы, сколько было взрывов? Вы где находились? Я находился в больнице Взрывы слышали? Ну где-то 2 или 3, вот чтобы так вот, там все время звучали выстрелы, звучали взрывы То есть, чтобы сказать, что вот я как-то акцентировал внимание, что что-то там вот началось, я не могу А вот когда все-таки началось, когда вам пошли поступать раненые, вот вы находились так же в больнице? Да, да, да Не выезжали к месту, в школе? Нет, нет, у нас было распределено, понимаете как У нас вот, скажем так, я говорю, что чуть выше железнодорожной трассы, у нас там где-то 30-40 машин скорой помощи все время стояли в ожидании И там дежурил заместитель Деутов Александр Викторович И вот когда, видимо, стали уже направляться, и плюс с колоннами министерства МЧС, то есть было где-то 3-4 машины И вот только появились первые скорые, мы поняли, что там что-то, ну туда выезжать, там все было организовано, он занимался там, мы на телефонной связи были То есть когда вот машины, так сказать, как-то уменьшились, я ему на мобильный телефон перезвонил, говорит, уже у нас здесь пострадавших нету, то есть уже поток Это когда примерно было по времени? Сейчас где-то в 2-3 вот так где-то, так вот, я сейчас затрудняюсь, смотрите, там такое время, летело очень быстро, и на часы смотреть, то есть это вот Ну еще не селело? Нет, было светло В 2-3 часа вы видите, да? Ну да, да, вот так Больше, меньше, да? Можно, даже, смотрите, тогда было Нет, ну где-то до 5-6, это вот сортировали уже во дворе больницы, так сказать, где-то в 5-6 уже, так сказать, в основном все раненые были отвезены, доставлены и так далее И, собственно, тогда вот, и опять-таки остался сам в Беслане, а позвонил министерство, чтобы работники министерства уже пошли в каждую больницу, уже составлять списки Потому что родственники искали своих, так сказать, близких, чтобы у нас была информация, где кто находится, фамилия, имя, отчество И они, собственно, где-то до 2-3 часов ночи, я знаю, что занимались этим вопросом Вот, каждый в больнице опрашивал, так сказать, пытался, кто-то был без сознания, какие-то документы при себе или что-то То есть вот пытались составить списки, в каком отделении, какой, так сказать, больной, фамилия, имя, отчество находится, чтобы Потому что все время звонили к нам, у нас мы даже в газете на другой день опубликовали телефон, справки Что есть где, кто находится и так далее А вот когда уже последующий этап, когда нужно было проводить судебно-медицинские исследования погибших Здесь вот ваша роль какова, скажите? Ну, скажем, это наша служба тоже, но они работали, они занимались И единственное, что вот был вопрос, что, так сказать, не хватает места в холодильных установках Я тогда тут же связался с Шаталовым Михаилом Михайловичем, попросил вот помочь И он, по-моему, два или три машины рефрижератора выделил, нашел где-то, вот, так сказать А так там работали, я приезжал туда два-три раза, так сказать, но они работали планомерно То есть каких-то вопросов не ставили перед нами Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, сказался ли рост данных о количестве заложников на уровне вашей подготовки к их приемам? Вы понимаете как, если бы, скажем, вот это высвобождение произошло бы первого числа, наверное, мы были бы не готовы Но у нас было фактически три дня, и вот эти три дня нам дали возможность подготовиться в полной мере Понимаете как, во-первых, мы уже уточнили общее количество Мы успели, мы мобилизовали скорые помощи То мы думали только город Ладикавказ и всех, даже Чикала То есть дальние районы, Алагир прислали нам свои машины И Синтуки, Пятигорк, Ставрополь, Нальчик То есть, понимаете, мы успели подготовиться Мы успели подготовиться, то есть у нас носилки мы успели из резерва извлечь То есть вот это время, которое было, то есть мы, я считаю, успели подготовиться Спасибо, спасибо Скажите, пожалуйста, вообще штаб был оперативный в Испании в первой, третьей Ну, скажем так, когда мне позвонил Шаталов, он мне сказал, езжай в штаб, доложись Засохову, что ты прибыл И он тебе даст указание, как тебе действовать дальше То есть вот было Вы в своих показаниях четко говорили, что штаб возглавляемый Засохов Ну, так Нет Это непонятно Понимаете, как, я на заседании штаба ни разу не был То есть я поэтому То есть штаба не был Я не могу сказать Я, по крайней мере, на нем не присутствовал Может, он был, заседал без меня Но я так себе представляю, оперативный штаб, я занимался вопросами переговоров и так далее То есть, наверное, медицинские вопросы они не ставили перед собой, наверное Министр, вы член штаба были Ну, я на заседании, я говорю еще раз, ни на одном заседании штаба я не был Кто сидел председателем, кто... Ну, скажем так, у нас, вот скажем, мы у себя в Министерстве здравоохранения тоже То есть я подписал приказ и мы создали штаб Чтобы мы сидели, мы сидели, заседали, так сказать, я такого ни разу не был То есть я все время давал на телефоне, давал указания, там вот... Ревазов-то ему раз, ты находись все время на связи со всеми, да, да, то есть, понимаете как, что и штаб был, но в то же время он... То есть он, чтобы собраться заседать, вот чтобы сели, какие-то вопросы обсуждали... Ну, не заседали, он руководил кем-то Наверное, ну, по крайней мере, засохал, но и руководил Вот он мне дал указание, ты должен здравоохранение подготовить полностью для... И вот, я говорю, когда приходила, спрашивала какую-то информацию, ну, мной он руководил, а кем он еще руководил, я не знаю И вы сделали вывод, что он начальник штаба Ну, по крайней мере, он мой руководитель, как президент республики Исход? Да Хорошо, мы о Беслане говорим Все правильно Он и в Беслане был президентом? Да, конечно, он президент республики оставался Он первого числа вами руководил? Да Второго? Да Третьего? Ну, видимо, да Ну, прямых указаний... Измелья Владимирович, я еще раз сказал Он мне сказал, он мне дал, он мне сказал, ты должен сделать все для того, чтобы здравоохранение было готово максимально оказать помощь пострадавшим Вот и все Он несколько раз спрашивал, как у тебя все, что-то... Как-то был какой-то нюанс, скажем так, город не хотел все машины отдавать, мы хотели все... Не надо просто рассказывать Не надо просто рассказывать Здесь мы не для этого собрали Скажите, пожалуйста У меня вопрос Скажите, пожалуйста Вы министр здравоохранения Да Захвачена школа Вы задумались вообще В первый день, приехав в Беслан, полюбопытствовали хотя бы, сколько же человек захватили террористы? Речь шла о захвате людей Вы спросили у Засохова, у кого-то, у третьего, у пятого, на улице в конце концов Я, по-моему, ответил на этот вопрос Сколько в первый день, сказали, было заложников? В первый день, я сказал, что первоначально была информация, около 350 человек называли Кто вам дал эту информацию? Ну, я сейчас не могу Во-первых, прошло уже больше года Сказать, я сейчас просто даже не могу Но официально, скажем, письменно, что вот заложников 350 человек, просим оказать их помощь, такого я не получил Потом, где-то в конце, в здании администрации, скажем так Понятно Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, вы к Засохову обращались А вы не интересовались, а как будет заложниками, штурмовать будут, какова будет судьба людей, что будет делать? Не интересовались? Я знаю единственное, что все, и в том числе Засоха, говорят о том, что штурма не должно быть Вот это я знаю, это несколько раз А что должно быть, говорили? Не знаю, переговоры Значит, говорили штурмовать, а что должно быть, никто не знал, правильно? Поэтому я говорю, что мы готовились к различным развитием варианта событий Вот вы сказали, Андрей, Вы, Цантиев, бегали, а куда они бегали? Ну, вниз, там где-то на первом этаже комната была, туда вообще никого не пускали Там где-то связь шла, там, видимо, заседание штаба было, туда вообще никого не пускали Там, так сказать, велись переговоры телефонные какие-то, спецсвязь там была и так далее Но я туда не заходил, меня туда не пропускали, например Как-то я, как-то, у меня там стояли, не запускали Туда как-то я с Рошалем приехал, его и то полчаса, пока его завели, вот вы должны переговорить сейчас заложника с террористами Вот его пустили, меня не пустили туда То есть, Вы пытались заложить штаб, но Вас нет? Нет, но я не могу сказать, что это штаб, может быть, это комната, где велись переговоры Я, Измалович, там надписи, штаб, что и так далее Переговоры, что вы, это? Телефоны Если там в комнате? Нет, телефоны, видимо, там связь какая-то специальная была Может, прослушивание было Вы знаете, что Рошаль давал информацию о том, что здоровью детей ничего не угрожает, что их состояние может быть стабильным в течение 7-8 суток Вы слышали такую информацию? Нет, я знаю единственное, что, вот по его предложению, нами были разработаны рекомендации Я вам отвечаю, что у меня Рошаль, так сказать, говорил Я Вас не об этом спрашиваю, я Вас спрашиваю Вы слышали о том, что Рошаль заявлял и по телевидению, и по радио, что здоровью детей ничего не угрожает Что они без воды и без питания спокойно могут себя чувствовать нормально в течение 7-8 суток Вы же врач, да? Как Вы оцениваете? Нет, вот это, так сказать, его заявление я не слышал Я единственное могу сказать, что он был инициатором того, что была разработана рекомендация Что дети, находящиеся длительное время в обезвоженном состоянии, без воды, без еды Как их кормить и поить? И была эта рекомендация, так сказать, даже распечатана Это было после освобождения? Нет, это было 2-го числа где-то сделано Рекомендация кому? Письменная, родителям Которые сзади были дети? Да, которые на улице Еще раз говорю, вот если детей выпустят Вот выпустят Они 2-3 дня находились в обезвоженном состоянии Как их поить, как их кормить и так далее Что сразу не надо много То есть вот такая рекомендация Ну я не знаю, он ее раздавал, даже я знаю, что на площади Он на площади ее раздавал Потом там в Доме культуры был центр психологической помощи Там эти, так сказать, рекомендации давали И он считал, что это даже немножко психологически, может быть, так сказать, успокоить Скажите, пожалуйста Сопроверка, я извиняю Да Давайте так Вам задают вопрос конкретно Да, на вопрос Да, не надо рассуждать Не надо уходить никуда Слышал, не слышал Если слышал, то да Если не слышал, значит не слышал Скажите, пожалуйста Вот когда вы приезжали 1-2-го Я к вам обращаюсь, потому что вы член штаба были Вы числитесь в документах Велись какие-нибудь переговоры с террористами или нет? Велись Я участником не был, поэтому не знаю Кто их вел? А откуда вы знаете, что они милиции? Ну, скажем так Рошаль мне говорил, что он вел переговоры Вообще вы знаете, что такое переговоры? Профессиональные переговоры с террористами? Вел переговоры по поводу чего? Значит он предлагал им, чтобы его пропустили в школу Чтобы он принес, так сказать, воду, питание Он предлагал свои услуги, да Чтобы он оказал, да, помочь, так сказать, заложникам Они отказались от этого Он говорит, я все равно приду Это он мне рассказывал Я все равно приду Если, так сказать, вы придете, мы вас убьем Это вы считаете переговоры, да? Ну, это он мне рассказал, как он вел разговоры Я не могу сказать, это переговоры нет Нет Вообще не было разговоров? Не было вообще разговоров Вот о кассете пустой Вы слышали, что... Ну, скажем так, на уровне слухов Что-то я слышал Официально я... У меня были немножко другие задачи Скажите, пожалуйста, вот А вы были членом антитеррористической комиссии республики? Скажем так, где-то вот в конце августа... Были или нет? В конце августа было совещание в МГД проходило Меня туда пригласили Наверное, как член антитеррористической комиссии Документ о том, что я являюсь официально членом я не видел А вам заявлял кто-нибудь, что вы являетесь... Ну, пригласили туда и там... Да, пригласили туда, так сказать, и сидел Да, да А какие вот на этом совещании решения принимались? Ну, сейчас затрудняюсь, это было достаточно, да Примерно А принимались? Ну, было сказано, что вот создаются такие комиссии Что создаются, сказать, чтобы координировать действия всех силовых структур и так далее Что задача, вот это организационное было заседание, так понимаю Ну, вы извините, может вопрос у меня может быть наглый, может быть нетактичный Вы же прессу местную читали в то время Северную Осетнюю газету И что? Вот в Северной Осетнике было написано, что 23, это за 24 августа газета Вы член антитеррористической комиссии, вот ваша фамилия здесь есть И в газете было написано, что этой комиссии, что у нас есть разработанный план по противодействию антитеррористической деятельности Что разработаны необходимые мероприятия Что приняты специалисты по антитеррору в МВД 120 человек Вот вы можете что-нибудь пояснить? Еще раз говорю, вот когда это заседание проходило, я понял, что это организационное заседание первое То есть, нас познакомили, что вот создается такая структура, что будет работник Ну, я вам расскажу, что я знаю об этом А я вам задаю конкретные вопросы Вы на этом заседании комиссии Вы члены?